То есть вот на нашем примере можно сказать, что по квартплате, допустим... Да, вот этот вопрос часто поднимают, вот а как платить? Тарифы все время растут, вы повышаете, а как платить? Особенно семьям, у которых малый достаток, вот у вас сколько зарплаты? Вот так в среднем не надо. Среднего у нас, мы как раз попадаем под категорию моего имущих в нашей семье, вот в общем. Там 5700 на человека. Ну и сколько вот за квартиру реально приходится платить? Реально сейчас вот после рождения Сашеньки у нас рублей 200. 200 рублей в месяц? Затраты в месяц, да. А сколько стоит? Начисление? Ну да, начисление. Вот начисление по квартплате в районе 4 тысяч. 4 тысячи, а платите 200. Да, а за счет чего это получается? То есть вот так многодетно оформили компенсацию за коммунальные услуги. Там 50%? Да. В цифре это где-то тысяча, чуть больше тысячи рублей. И как, поскольку под категорию моего имущих, там еще и жилищная субсидия. Это 2 700, где-то 2 800. То есть в сумме соответственно 3 800. То есть 5 рублей остается? И остается 2 800 рублей. Ну так, я думаю, что это вот у нас-то ситуация какая. Где-то жилищные субсидии получают 400 тысяч нижегородцев. Это в среднем 131 тысяча семей. 2 миллиарда мы тратим вот в этом году. Поэтому это будет навсегда. И у нас самый льготный закон. 18% больше не доплатят. И у вас там получается то 5-5%. Очень помогает нам это. Что мы не волнуемся, чтобы никаких задержек не было по квартплате. И, конечно, это очень важно. У нас вот недавно родилась Сашенька. И от Нижегородской области мы получили пособие в размере 10 тысяч на рождение ребенка. Вроде сумма небольшая, но если с федеральными сложить, то получается 20 тысяч очень хорошо. Мы купили вот кроватку Сашеньки, коляску купили. Ну это недавно мы приняли. Это вот мы, да, мы успели. Приняли в апреле. Потому что успели, это когда больше не будет. А это только начинается. Также у нас дети в школе бесплатно питаются. Как многодетная семья выделяется 581 рубль на человека на бесплатное питание в школе. Также проездной. Тоже часто пользуемся общественным транспортом. Детям выдается 194 рубля на детский проездной билет. Очень важно тоже, чтобы мы не зависим уже от транспорта легче. Но Сашеньки бесплатное питание выдается на молочную кухню. Сейчас смесь очень дорогая для деток. Она выдается 4 банки по 300 рублей. Банка каждая. Это очень большая помощь. Еще льготы существуют. Вы, главное, воспитываете как-то государство. Для этого и существует власть, чтобы защищать тех, кто сам. Потому что, ну, были бы вы двое, у вас совсем другая была бы жизнь. Один работает, второй работает. А поскольку устроить детей, не надо ничего бояться. Твердо совершенно. Это не только общие законы и правила. Но еще и с каждой семьей мы работаем индивидуально. Я, например, почему приехал? С удовольствием посмотрел, все прочитал. Думаю, такая девчонка пригласила, я думаю, вы там все снимали, да? Вот, пригласила, думаю, ну как ее можно обидеть и не прийти. Да? Да, да? Да, еще, Валерий Полинович, вопрос. С удовольствием. Продолжение следует...